МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите «Дельфи. Главное». Это рубрика «Без маски». Я ее ведущий Али Керафеев. А сегодня с нами «Без маски» легендарный джазовый музыкант, перкуссионист, автор инсталляции, режиссер-постановщик, лауреат премии «Триумф» в России, национальной премии в Литве, Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Обычно вас в Литве очень сложно застать, потому что вы в разъездах с различными выступлениями, проектами. Не знаю, стоит ли в данном случае благодарить пандемию или карантин за это, но факт остается фактом. Как вы наполняете это время, скажем так, незаполненного пространства? Уже 8 месяцев нет концертов. Вот это вот изменение. А так, что я сижу в студии, работаю, что-то делаю. Была возможность, я в связи с пандемией оказался в Киеве, где провел 5 месяцев, до июля месяца. И так как выходит сейчас моя книжка на литовском языке, у меня была возможность ее дописать спокойно. То есть все, что происходило последние 10 лет. А так, ну, какие изменения могут быть? Изменения могут быть, как и для всех нас. Эта пандемия показала, что мы тут не самые главные. Как там казалось. Вы сказали, что концертов за это время практически не было за эти 8 месяцев. Катастрофа. Это для всех музыкантов, я общаюсь, это не просто у меня или, например, в Литве, это во всем мире. Ну, конечно, можно играть, как мои друзья американские, по интернету. Они собираются там в какой-нибудь Blue Noted Village Vanguard в клубе. Вот составом. Не то, что музыканты сидят вместе на сцене, они играют, а публика их смотрит по интернету. Это возможно. Но все равно существует такой энергетический мостик. Искусство – это обмен энергетикой какой-то, который мы получаем от художника, музыканта, от кого угодно. И от зрителя мы, конечно, получаем вот эту отдачу. И жалко. Ну, сама по себе музыка до карантинное, до пандемийное время и после. Как вы считаете, она как-то изменится? Что-то какие-то изменения в этом мире произойдут? Может, уже происходит? То, что касается искусства, то произойдет, конечно, безусловно, в лучшую сторону, потому что искусство, наверное, вот это единственное, что у нас осталось такое реальное, что мы можем идти смотреть картины, слушать музыку, понимать. Скажи, мы того, что меня сейчас слушают записи какие-нибудь, пластинки. У меня дома еще старый проигрыватель. Ну, и в интернете сейчас полно, там, вот этих старых и не старых записей. И вчера, например, совершенно замечательное выступление Леши любимого послушал, с которым мы друзья, и он великий пианист. Искусство пойдет только... То есть искусство – это в каком-то смысле созерцательность, в каком-то смысле это, наверное, не мольба. Ну, вот как бы каждый исполнитель, как бы, молится через свое, вот то, что он делает. И поэтому я думаю, что вот на это будет обращать внимание больше. Наверное, вот эта вот вся пена, которая выросла на искусстве последние, там, 30 лет, она все-таки слынет, я так хочу надеяться. Обостряется слух в такой период? Ну, относительно тишины, конечно. Да. Слух, безусловно, обостряется на то, что настоящее. Обостряется слух такой, внутренний слух вы имеете в виду, да? Да, да. Безусловно, безусловно, на то, что... Мне кажется, что вот я говорил с друзьями, которые, например, читали определенные книги, и вдруг они мне говорят, что вот там они открыли по сторонам воздушные пути, и они в восторге, я счастлив. Вот это вот так и есть то обострение, которое... Это такая тоже вечная тема, когда художник, творец, он может услышать, прочувствовать интуитивно то, что впереди, скажем так, надвигается или меняются какие-то предстоящие перемены. Ну, там, к примеру, в прошлом году, я помню, Андрей Макаревич выпустил песню «Просыпается ветер». Это был конец 19-го года, если не ошибаюсь. И, наверное, другие музыканты и художники тоже прочувствовали, что что-то надвигается. Вот у вас есть такое ощущение? Безусловно. Или было, может быть? И было, и есть. Был такой замечательный художник Юрочка Дышленко, он скончался ленинградский, питерский, уехал в Америку. Он написал когда-то чудесную работу под названием «Что-то происходит на фоне моря». Эта работа на моей первой сольной пластинке, она на обложке. Когда Юра ушел, мы с ним долго на эти темы разговаривали, много с ним разговаривали. Он и его, вы знаете, Боря Дышленко, поэт, и его брат, общались. И потом я сделал программу, посвященную Юре Дышленко, что-то происходит на фоне моря. Вот это вот что-то происходит, мы не знаем что. Мы не можем это определить. Но это предчувствие, что вот что-то, вот знаете, я могу, когда еще не было понятно, что это за пандемия, что это за вирус, который тут бегает, который поставил там какая-то там микрон какой-то на колени. У меня все время вдруг возникла ассоциация с фильмом Фон Триера «Меланхолия». Вот что-то такое, вот понимаете, и вы не понимаете, что. Начинается с какой-то то ли беспокойства, то ли вот как-то безусловно. Я думаю, что из моего круга, друзей, вот это предчувствие, что, наверное, ну, это же понятно, цивилизация. Карантин, я иду вечером. Я помню, когда там нельзя было там ресторан, и вечером полно народу дискотеки, никто не соблюдает никакой дистанции, никаких масок обнимаются, целуются и говорят, что их это не касается. И сейчас они начали понимать, что это начинает касаться и их тоже. И вот это вот, как бы, это обидно. Обидно, что человечество все-таки, ну, не достигло какого-то определенного разума. Может быть, действительно, это мир симуляции, как говорят. Но все же, да, основная масса, так или иначе, в итоге к творцам и художникам прислушивается. Прислушивается, но, в принципе, это уже когда начались огромное количество заболевших, когда эта волна, там, вторая, как она говорится, в конце концов, это все равно два года испанка была. Ну, это понятно, это есть законы. У меня есть приятель биолог, который мне что-то объяснил достаточно доходчиво, что это неизбежно, просто это та пандемия, с которой мы никогда не сталкивались. Можно называть это такой формой гриппа какого-то, но мы не знаем, как это лечить пока. То есть все говорят, все нам кричат о вакцинах справа, слева, лекарствах, все открывают, все патенты ставят на эти лекарства, которых еще нет, понимаете. Все вообще самое неприятное в этой истории, что, опять же, на этих проблемах наших общечеловеческих стали делать бизнес. Это стало, это превратилось в такой бизнес, кто-то зарабатывал миллиарды на этом, понимаете. Это очень неприятно. Ну, вернемся вот в то время, когда всего этого еще не было, два-три года. Трио, Ганелин, Чикасин, вы. Это 30 лет назад. Это 30 лет назад. Но я в данном случае говорю о национальной премии, которая вы получили. А, да, в 2017 году мы сыграли концерт. И вы тогда сказали, что это хороший контекст и своего рода спасательный круг. Обратить внимание на джаз в Литве, на ситуацию, связанную с джазом. Ой, я был бы счастлив. И тогда вы говорили, что эта ситуация довольно плачевная. Вот прошло три года, что-то изменилось? Да ничего не изменилось. Джаз в Литве живет за счет нескольких людей, таких как... Юдита Братасевич, Юдимама Джаз, Антанас Густис, Зигма Свилейки, Скаунс Джаз, Клайпеда. Джаз и фестиваль. От фестиваля до фестиваля они получают дотации. Платят, то есть, на эти фестивали деньги. Какие-то деньги платят музыкантам. С каких-то денег они сами зарабатывают. Для них это тоже бизнес, в конце концов. Такой регулярной джазовой жизни, какая есть, например, в Эстонии, где в филармонии концерты проходят, понимаете, есть джазовый клуб, который субсидируется государством, то есть, мэрия там помогает, есть помещение. Здесь, к сожалению, нет. И это вдвойне жалко, потому что эта школа, которую мы создали, джазовая, она существует. Есть огромное количество молодых, и не только уже молодых, как бы все, кто после нашего поколения музыкантов, которым, в принципе, негде реализовать свои идеи. И нет, 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 то есть, если вы откроете газету, если вы увидите слово там джазовый концерт, то это будет где-то там, не знаю, ну, в лучшем случае там в клубе. Вот там Келлер-11, вот это единственное место. И все эти разговоры от властных структур, о том, что, ну, это неинтересно, это, может быть, там не нужно, они неправомощны, собственно. Культура есть культура. И, как я говорю, что это знаменитая уже история, став шлягером письмо, которое мне написал министр культуры, что джаз не является приоритетом культуры в Литве. То есть, понимаете, министр культуры пишет про культуру, что в культуре есть приоритеты. Это меня просто шокировало, потому что культура есть такая, какая она есть. И с джазом ситуация, мне жалко эту, особенно молодежь, понимаете. Им же нужно, музыкант должен играть. Он должен реализовать свои идеи, потому что, когда он играет, одна идея порождает другую. Это же, безусловно, как и в нашем диалоге. Импровизация. Это в каком-то смысле импровизация, которая должна базироваться на основе. Импровизация тоже, как бы, она имеет свои каноны и свои законы. Ее нужно подготовить еще. Ее нужно подготовить и нужно знать, как бы, в какой форме эта импровизация происходит. Ну вот, и они не могут себя реализовать. Они сидят в студиях, то есть, и я вот не понимаю. Я понимаю, что, и это ведь не попса. При этом коммерческое искусство достаточно развито. То есть, это вот, ну, видимо, это мыло этому обществу нужно, понимаете. Ну, раз это мыло нужно, общество такое и будет. Ну, и опять, получается, как во все времена, мы всю жизнь в оппозиции. Какая бы тут власть ни была, там, коммунистическая, антикоммунистическая, большевики, меньшевики, нацисты. Мы всегда в оппозиции. Потому что, действительно, они отстаивают только, в основном, свои интересы. И культура, которая вокруг них, отталкивается от их культурного слоя. То есть, вот какой уровень культуры у власти, вот это они и пропагандируют. Такое отношение. Мы переместились и находимся в залах Литовского национального художественного музея, расположенного во дворце Радзивиллов. Здесь с 9 октября открыта выставка «Искусство протеста. Непокорные советской эпохи». Кто эти непокорные? Иными словами, нонконформисты, художники, чье искусство было за гранью принятого и соответствующего советским нормам того времени, 70-х годов. Как здесь оказались эти работы? Владимир Тарасов, автор этих работ, его друзья и хорошие знакомые, дарили ему в знак благодарности за ту музыку, которую он дарил им. За долгое время накопилось почти 500 работ. И Владимир Тарасов принял решение передать эти работы в дар национальному музею. И теперь мы все можем увидеть, как художники того времени видели ту реальность. Вот эта работа, это Светлана Капыстянская. Это три разные работы. Насколько я понял, рассказ, кажется, Тургенева, которая она просто через шрифт выстроила весь этот пейзаж. Это все как бы... Ну и вот она мне ее подарила. Две следующие работы находятся в коллекции Элтона Джона, да. Он их купил. Игорь Капыстянский, это, кстати, муж Светланы Капыстянской. И надо сказать, что из постсоветского пространства они, наверное, единственные художники, которые находятся в постоянной экспозиции в метрополитене в Нью-Йорке. Это Юрий Соболев. Работал в журнале «Знание и сила». Был главным художником этого журнала. Он был первый, кто опубликовал там Кабакова, Янкелевского в журнале, так как «Знание и сила» — это в основном про науку. И вот такие... Их работы шли, скорее, как иллюстрации под этим рассказом. Вот здесь перед вами Эдик Гороховский. Совершенно чудесный был художник. Группа А, группа Б. Нижняя группа Б — это практически все художники, которые здесь вы видите в зале. Это Кабаков, Чайков, Франциска Инфанта, Эрик Булатов, Олег Васильев, Пивоваров, Янкелевский. Это из кухонной серии Кабакова. Работа «Будешь мясо отбивать». Это конец 70-х, начало 80-х. Первая работа из этой серии «Кто забил этот гвоздь?» Она находится в коллекции «Помпидо музея». А эта работа вот у меня. С той стороны, когда он ее мне подарил в 82-м году, с той стороны есть очень смешная надпись. Там написано форму вот этой картины. И написано, Кабаков, неужели на стену повесишь? Тарасов, если гвоздь найдет. Этот альбом называется «Полетевший комаров». 37 листов. История человека, история людей, которые не могли уже больше существовать, жить в системе и в коммунальных квартирах. И они просто… Люди летают. Мы все летаем. Человек, летевший в космос – это вот эта самая идея предчувствия времени, предчувствия каких-то вот вещей, нетерпимость к тоталитарному строю как таковому. Он не мог принять вот эту вот систему рутинной, особенно потом, когда начались вот эти брежневские времена, когда вообще ничего не происходило, показываться нельзя, прожить можно было не только с иллюстрацией книг, и работы либо не продавались, либо отдавались за бесценным каким-то там дипломатам непонятным. Ну, в общем, Илья как умный человек, и как человек, который вот действительно протест, вот он вот делал вот такие вот работы. Я как раз хотел тоже об этом сказать и сравнить. Да, в советские времена джаз как идеологически чуждая форма искусства за, скажем так, ну, не то что не приоритет, а за гранью, да? Вообще, за забором. Нет, понимаете, у нас была такая шутка, по-моему, там. У них там за забором, это, по-моему, Жванецкий, у них там за забором свой праздник, а у нас свой. Там была ясная граница, вот эта Кремлевская стена, и они там сами себе, вся эта гвардия там коммунистическая, а мы с этой стороны. А сейчас все настолько размыто, вот не очень понятно. Понимаете? Вот это вот как бы... Сейчас немножко другое отношение, то есть как бы не до вас. Не то что, если сравнивать с советским временем, то там, скажем так, с джазом выйти где-то и прилюдно устроить какой-то концерт, какую-то акцию с инсталляцией, еще чем-то, это было бы наказуемо просто. Да, никакое не наказуемо. Мы ездили с трио гастролями по всему вот этому так называемому Советскому Союзу. Потом нас начали выпускать за границу, когда уже нельзя было говорить, что нас нет, потому что там наши пластинки на Западе выходили, а нас там BBC, Голос Америки. И поэтому нет, но дело в том, что все это контролировалось. Им было легче, как в фатернеринге, в кафе, наш контролировать, чем отпускать нас на такой поток, чтобы мы начали играть в каких-то подпольных клубах. Даже роковый клуб в городе Ленинграде контролировался комсомолом или КГБ кем-то там из них, понимаете? Поэтому нет, как раз были организации, о чем мы очень сожалеем, что сейчас того нет. Как госконцерт, союз-концерт, там Литовская филармония наша замечательно работала, было куча концертов, было куча обменов. Мы вчера там играли в Алма-Ате, завтра мы перелетали в Ташкент, из Ташкента мы летели в Москву, из Москвы мы летели в Таллин. Это была организованная сеть гастрольной деятельности артистов, и это было здорово. Но сейчас равнодушие, просто равнодушие, не неприятие равнодушие. Да, равнодушие, нет, ну нет, конечно, неприятия. Сейчас равнодушие, и вот это равнодушие базируется на культурном уровне вот этих людей, которые принимают какие-то решения. Ну, с другой стороны, не раз говорилось, что искусство, настоящее искусство, оно живет и существует вопреки. Конечно. Не, вот это-то я как раз понимаю. Конечно, живет и счастье. И счастье, что оно живет. В общем, в итоге получается, что вот эти несколько, небольшой процент гриотиного населения, художники, поэты, писатели, они все равно проходят какое-то количество лет, там, 5, 10, 20, 50, они ведут за собой, и люди начинают читать их книги, слушать их музыку, понимаете, это все, конечно, приходит. Но, понимаете, вот в том смысле, что вот молодежь, которая могла бы развиться и продолжить, искусство же развивается, как и все мы, то есть оно вместе с нами, оно мы должны реализовать. Для музыканта, молодого музыканта, кончившего нашу музыкальную академию, нужно пойти и где-то, как крайней мере, 2-3 раза в неделю играть, как мы когда-то делали это там в нейринге каждый вечер, по несколько часов, до ночи играли, пока люди сидели, пока нас слушали. Это потрясающая практика, без практик ведь никуда. Мы не можем проскочить, как я говорю, из-за матера в мастера, не пройдя вот этот... Уровень профессионала. Уровень профессионала, когда ты ночью должен сыграть любую там тему, какую тебе нужно сыграть. Вот это, в этом видно. И просто, как вы правильно сказали, да, это равнодушие такое, ну хорошо, хорошо играть, ну какой ты молодец, ну и играй себе там у себя на кухне. Как вы полагаете, это грозит тем, что литовская школа джаза может исчезнуть как таковая? Уже маловероятно, что она исчезнет, но та ситуация, о которой я говорю сейчас, она касается не только Литве. Это как 60-е, они были во всем мире, понимаете? В Америке 60-е были против... Так и сейчас. Это... Все-таки это действительно развивается такими волнами. И понимаете, 10-е года 20-го века дали нам вот эти знаменитые 20-е. То есть конец 19-го дал нам 20-е, 50-е дали 60-е. Потом это пропало. И когда вот это 60-е годы, когда вот это огромное количество блестящих джазовых музыкантов, когда вот это вот было такое вот варивало, вичерливо, как говорил Майлс Дэвис, когда вот это варились, их были не единицы, их были десятки и сотни потрясающих исполнителей, поэтов, музыкантов. И они, каждый из них был личностью. Вот это просто поражало. И они вот, как я помню, мой свой приезд в Москву, где там я спал там у Вани Чайкова, завтракал у Гороховских, обедал у Кабаковых, они все близкие друзья. Они 24 часа вот так, но они все были разные. Понимаете, и тогда нам казалось, это там, что же будет там через 30 лет. А вот история показала так, что через 30 лет нет ничего. Для меня очень показательно, когда вот в этом феврале месяце я сидел в Сан-Франциско, Блюмин, как называется там, знаменитый такой мол с бутиками, там, Гуччи, там, Луи Виттоне и все бля-бля-бля. Обычно обыграет какая-то попса все время по всему магазину. Это, знаете, такая трансляция, как у нас там в Акрополе песенки поют там. Ну, и в лучшем случае это был там Фрэнк Синатро. Понимаете? И вдруг я, мы сидели с Ларри Оксом, моим замечательным другом, саксофонистом, в кафе внизу, потому что там потрясающий кофе, поэтому мы туда ходим. Там было два момента, на что мы сидели в кафе, и вот основная дверь, это Маркет-стрит Сан-Франциско, и вдруг мы слышим Альберта Айлера. То есть это в 60-е годы, это был кардинальный музыкант, просто потрясающий, который играл вот этот современный джаз. Он звучит когда? Через 50-60 лет. В магазине, в этом бультике. То есть сегодняшнее время ничего не дало взамен. И люди интуитивно обратились вот туда. Я подвожу своим следующим вопросом к следующей части нашего разговора, который будет проходить уже не в этой студии, а в музее, где сейчас проходит выставка «Искусство протеста». Во многом, не во многом, а благодаря вам она и проходит, потому что это коллекция, которую вы подарили Национальному музею. Это уже история. А история, она всегда живет в этом времени. Если работа становится частью истории, это как, не знаю, Мондриана мы смотрим сегодня, там, Рафаэля, Пьера де ле Франческо, которого я просто обожаю. Эти люди, это были мои слушатели. Вот все эти люди сидели или на моих, или когда мы играли в стрибу, или в другом варианте, на концертах. Мы приезжали, например, в Москву, играли концерты, после этого могли ехать, не знаю, к Дмитрию Пригову, к Илье Кабакову с огромным количеством друзей, посмотрели работы, обсуждали, говорили о концерте. Я очень много выступал в студии у Кабакова и в других студиях. В Вильнюсе у Валентина Сантановича, у Кураса в студиях. Это было такое, ну, это творческая жизнь. Это, собственно, ведь, как я говорю, я же не коллекционер, я не покупал все подарки. Мы действительно делились лучшим, что мы имели. Понимаете, поэтому, и это особенно избранность этих работ, что это не как, когда приходит коллекционер, то художник старается ему что-то продать. Ну, вот, как бы, понимаете, мне дарили, и мои друзья, и они дарили мне лучше работу. Сейчас это уже вот видно. Получилось так, что с детства я был в кругу художников. Вот, как бы, этот круг, вот, например, Сислава, когда он там общался с актерами, там, Чайкасин, вот, с музыкантами, с поэтами тоже, с роковым музыкантом очень много, а я с художником. Полно самоиздата, да, самоиздата очень много, да. В то время, понимаете, сейчас, когда я смотрю на эту с любовью сделанную книжку, изданную в бархатном переплете, вот такая малюсенькая, булгаково, собачье сердце. И сегодня, с сегодняшнего дня, допустить, что это когда-то было запрещено, просто невероятно. Благодаря Кабакову я ушел в визуальное искусство сам. Мы сделали очень много работ, несколько работ с Ильей и Кабаковым вместе. Когда я прихожу на сцену концертную, я начинаю смотреть на звук. Я вижу этот звук, понимаете, вот ощущение, вот, вот, визуальной формы звука. А когда я прихожу и делаю свою работу в зале, то для меня работа начинает звучать как музыка на концерте. Вот эта вот взаимосвязь очень полезная и очень хорошая. Это мне всегда дает возможность, я так надеюсь, оставаться мне вот в свежем собственном восприятии того, что я делаю. И речь идет о протесте тех времен. Тогда, как мы говорили, понимаете, тогда был совершенно конкретный забор. А не с этой стороны, мы с этой. Вот и все. И поэтому, естественно, оно как бы так возникло, что как искусство протеста. И я очень доволен, что именно музей на это пошел, что счастлив, что... Потому что я очень хотел, чтобы эта коллекция осталась в Литве. Конечно, у меня были возможности ее и отдать в какой-нибудь там Пушкинский музей. Но кто угодно бы ее взял, конечно, или даже купил. Понимаете? Но она и родилась в основе своей здесь, в Литве. Вот Гаврильчик, Владлен Васильевич Гаврильчик, падение икара. Вот лежит вот этот икар с бутылкой водки. То есть каждый мог бы быть икаром. Понимаете? Гаврильчик для Петербурга, Россия, как Пиросманишвили, для Грузии. Лина Скадинс. Ну, посмотрите, какой... Ну, просто чудесно. Это 15 разных работ. Но в этом контексте наша идея была вот именно вот показать их вот таким вот... На страже мира Валентина Сантановича с Атриптих. Это 80-е годы. Это в самый рассвет Брежневижма. Это не сегодня сделано, понимаете? Это сделано тогда. Рисковали? Рисковали. Они понимали, что они никогда это на стенах тех музеев не покажут. Винцинский Сарауско. Вот эта работа и вот эта работа. Посмотрите, какое замечание. Просто люди были у них врождены. Понимаете? Художник – это что-то такое внутри. Это вот какое-то, наверное, умение тебя вот... Что-то через себя пропустить. Диссидентом себя никогда не считал. Мы не диссиденты – это смелые люди. Они связаны были со словом, и там либо тюрьма, либо в самолет. А мы высказывали свое мнение о том, что происходит за тем забором, именно тем, что мы делаем. Своей музыкой работаем. Вот полетевший Комаров у Кабакова на страже мира, как бы у Валентина Сантановича. Это вот, понимаете? Это единственный диссидент. Нет, диссидент – это было другое. Это люди откровенно и без компромиссов шли. Понимаете? Художники – да, многие шли на компромиссы. Там делали какие-то работы. А многие не шли на компромиссы. Лучше, например, как Кабаков или там Эрик Булатов, Олег Васильев-Гораковский писали. Просто делали книжные иллюстрации для детских книжек. Понимаете? Алиса в зазеркале. Ну, красота же, ну, чего же нет? Ну, вот, а в свободное время занимались уже той же выпиской. Друзья, можно сказать, в то время, что это было делалось в стол. Джаз становится такой своего рода классической декорацией, что ли? Ну, декорации нет. Не совсем, но для этого места подходит вот это, да? Да, большинство занимается музыкантов французских. Немецко-американских. То есть на волне тех, кто копирует то, что было 50 лет назад. То, что называется джазовый мейнстрим. То есть они сами не являются... Они сами... Их невозможно, как раньше было в журнале Downbeat, Blindful Test. Нужно было... Спрашивали там у Телониус Монка, когда играл... Кто играет там? Там Оскар Питерсон, там Билл Эмонс. Всегда можно было определить, кто из музыкантов. Они были узнаваемы все. Сегодня настолько нивелировано, что сложно очень узнать. Ну, вы рассказывали историю, как себя с трудом узнали. Это было, да. Но да. Но узнали все-таки ГТЧ. Это было, да. Это для меня было вообще... Да, я ехал на машине из Нью-Хевена, вот как раз в тот самый Сан-Франциско. И да, это было совершенно замечательно. Нет, мне понравилась музыка. Музыка была необычная. Это не то, что... То есть я не узнал себя, потому что, как бы, я же не сумасшедший, чтобы постоянно себя слушать, что я там записал. И сдал, ну и до свидания, ну пусть другие служат. Я делаю другие, я другую работу, я готовлюсь к другому. Я смотрю, какой был саксофонист потрясающий. Его барабанчик тоже здоровый. И тогда они объявили, что ты был на штриху. Полезно себя со стороны, да, я думаю, что услышал все-таки. Нет, даже не в этом дело. А вот проходит какое-то время, и ты понимаешь, что тебе не стыдно за то, что ты играл и что ты делал. И вот это приятно. В Литве, в Литовской школе джаза, в ее основе, как вы сами говорили, во многом лежит импровизация. Почему так сложилось? Почему именно импровизационный момент важен для Литвской школы? Ну, джаз – это вообще импровизация. То, что касается Литовской джазовой школы, это импровизация в осознанной форме. То есть мы выстраивали какие-то определенные композиции или конструкции, как квалиторическая музыка, которые заполняли импровизации. Это не был так называемый фри-джаз, когда вот, ну, как, что вот, как пойдет, так пойдет. Начали играть, можно уйти, выпить кофе, вернуться, а там будут, вернешься, ну, через 20 минут, то же самое, ничего не происходит. Искусство, музыка, все-таки история. Не литературная история, как бы, описательная, ну, вот история, которая происходит, и тебе интересно, вот он начал, и вот чем это законится? Как он свою мысль, как он это выстроит? Вот это все-таки основа литовского джаза, который очень хорошо продолжает там и там Лабутис, там Томас Кутавичус, и очень многие-многие другие. Ну, и, конечно, Людос Мацконес. Ну, так получилось, все зависело от вас, или были еще какие-то условия, которые вот к этому подвели, именно к такому развитию? Нет, все зависело, получилось так, что мы все троем стали преподавать в школе двори Оноса музыкальной, в каком-то там 70, не знаю, не помню, третьем году, наверное, в 234-м классе. И я, и Ганелин, и Чекасин. Дольше всех задержался Чекасин, он, собственно, всех и сделал, он, собственно, и воспитал всю школу. И все эти люди, которые сегодня вот там, начиная от Лабутис, они все кончали эту школу, они все ходили к нам, они все учились у нас. У нас у меня учились, там, Гелемина Залврина учились, там, ну, в общем, как бы, они все, все наши ученики, воспитанники, они, к счастью, они, им понятна была эта идея, структура музыка, звукообразование, которое делали. К счастью, что им стало понятно, как и нам, что просто копировать американский джаз никому не интересно, потому что лучше, как американцы, а, никто не сыграет, а в треха человек копирует, кого, зачем лучше кого-то, который пытается играть там, как Декстер Гордона, когда у меня Декстер Гордона, например, для Катарина все пластинки есть дома. Я буду лучше слышать оригинал, потому что там есть живое, там есть вот эта энергетика, а флет он всегда флет, понимаете, и всегда видно, когда человек, он должен быть узнаваемым. Мы должны услышать его, сказать, о, это играет в это, потому что в Америке, например, и не только в Америке, и в Европе тоже, в джазе, там есть направление, cool jazz, но мы знаем, ага, это Майлс Дэвис, это Декстер Гордон, ну, Вейн Шортер, там, понимаете, Гилл Эвансер, мы сразу же, мы отличим Каунт Бейзи и Дюк Эллингтонер за одну секунду. Есть люди, личности и имена, а сейчас этого нет. Сейчас, ну вот он хорошо играет в таком-то стиле, ну и что? Понимаете, это пропадает интерес какой-то. Но музыканты, вот там, то, что вот, я не знаю, вот Арнес Микалкенес, талантливейший просто, пианист из Каунтса, то есть появляются музыканты, и они продолжают это дело, их немного, и, к счастью, уже вот это рутинное преподавание, которое взяло за основу наша музыкальная академия, к счастью, эти студенты, которые кончали, они все-таки ломаются и переходят вот в этот департамент, понимая, что нужно все-таки не играть 20 американских стандартов, а нужно играть один, но свой, понимаете, и это происходит, и это меня очень радует в Литве. Но им, этим молодым музыкантам, талантливым, придется искать для той же самой практики, вот, как вы рассказывали, нужно же играть каждый день где-то, чтобы было слушатели. Не Литву получается? Или все-таки они смогут это сделать и в Литве? А в Литве это очень мало мест. В Литве клубов нет, и, конечно, я давно просил, там, из Аберальдивии, там, мэра, чтобы хоть, ну, хоть какое-то помещение выделили под джаз-клуб, и отдали на какую-то хотя бы аренду, чтобы не брать, что там можно было что-то сделать, чтобы они могли поставить инструменты, могли играть, и пусть они хотя бы жили с этих билетов, которые там покупают люди, там, что-то там, понимаете, чтобы им была возможность практиковаться. Ну, в основном, это вот такие случайные. Нет, нет, это не так, как, например, в Латвии, в Польше или в Эстонии. У нас это просто... Ну, те, кто, те, от кого это зависит, им это неинтересно, вот и все. Поэтому вот именно, как бы говорить равнодушие. Зачем? Они поставят какую-нибудь попсу, там, пумц-пумц-пумц-пумц, ну вот и будет. Им это нравится. Ты сейчас подумал поразительно, но вы помните номер класса, 234-й. 234-й. Очень хорошо. Есть вещи в жизни... Обидно хочется пойти и послушать, например, где-нибудь там того же самого Вита Салабутиса, которого я очень люблю, как музыканты, который с 90-го года, когда я создал этот литвинин арт-оркестра, он концертмейстер, собственно, этого оркестра, и сделал оркестровок, но, и в общем, как бы... Но играет, существует, куда послужит, а в фестивале. Вот мы... Литва живет фестивалями. Слава богу, что фестивали есть. Это тоже... Но... Вы будете, кстати, на фестивале участвовать? Да, 14 ноября мы играем с Владиком Чекасиным 11 строфнич новая программа. То есть она уже... На Вильям Салабутиса, да? Да. На Вильям Салабутиса в Шевыкине Мяна Центра. Вильям Салабутис Вильям Салабутис Вильям Салабутис